доброго времени суток всем из солнечной одессы я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга сага и сегодня мы рассмотрим гороскоп на май месяц для наших многоуважаемых скорпионов дорогие скорпиончики так как расклад все таки имеет общий характер конечно же проиграться он может не для всех но я уверена что если вы досмотрите это видео до конца вы для себя найдете какие-то нужные подсказки нужные советы для того чтобы избежать дальнейших ошибок предупрежден значит вооружен даже если не срезонирует все дома то хотя бы два три четыре дома могут вам вам что-то подсказать дать какое-то определенное направление дорогие мои скорпиончики сегодня буду работать на колоде таро вдохновения это будет основная колода вспомогательными колодами сегодня сегодня будет золотой оракул ленорман если нам понадобится открыть какие-то вопросы поглубже и еще один оракул ленорман многоуважаемого мага морганы златы это уменьшенная копия для тех кто практикует хочу сказать сразу что оригинал он имеет большой размер карты очень яркие очень красивые поэтому приобретайте кому интересно колода очень яркая красочная и говорящая эту колоду тоже мне сегодня захотелось взять для каких-то тоже может быть дополнительных вопросов дорогие мои расклад будет на 12 домов гороскопа присаживайтесь поудобнее постарайтесь не думать ни о чем плохом просто погружайтесь вместе со мной в эту волшебную атмосферу атмосферу в которой мы можем соединиться с высшими силами и спросить у них советов волнующим нас волнующих нас и мы обязательно получим нужные ответы и нужные подсказки итак дорогие мои делаю срезы я уверена что смотреть меня будут и мужчины и женщины сегодня и девочки и мальчики поэтому расклад естественно для всех это ваш первый дом ваш второй дом рассматривать подробно дома мы уже будем в процессе самого гадания третий дом 4 дом 5 дом 6 дом 7 дом 8 дом 9 дом 10 дом 11 дом и 12 последний дом дорогие мои скорпиончики давайте заглянем на дно колоды и посмотрим фоновую карту и посмотрите какая великолепная карта готова карта которая будет задавать тон можно сказать всему раскладу да и уже нам дает какие-то подскажут подсказочки обратите внимание дорогие скорпионы скорпиончики мальчики и девочки эта карта говорит о любви о чувствах о эмоциях это говорит о том что если вы в паре ваши чувства будут возобновляться вы сможете слышать друг друга вы сможете понимать друг друга это прекрасная карта здесь есть и сексуальное притяжение и в том числе духовное для тех кто одинок вы вы сто процентов в мае месяце имеете такую возможность познакомиться со своей второй половинкой или же у вас эта вторая половиночка имеется дорогие мои если если говорить о работе о каких-то договорах сделках здесь тоже все у вас должно быть успешно и и замечательно давайте пойдем дальше начнем с вашего первого дома дорогие скорпиончики первый дом покажет ваши основные мысли в мае месяце ваши основные проблемы и вообще что ваше отношение к миру к людям что вы хотите донести людям или что вы показываете и посмотрите выпала великолепная карта восьмерочка пентакли в этой колоде эта карта говорит о том что основными проблемами для вас в мае месяце это будут вопросы и семьи и работы так как в этой колоде это не простая восьмерочка пентакли здесь идет большой акцент на семью и также на образование для тех кто хочет чему-то подучиться дорогие мои скорпиончики для вас важно в любой работе какую бы вы ни делали делать ее мастерски делать ее профессионально делать ее хорошо и именно этим вы взыскали для себя уважение славу вас уважают вас любят вами интересуются вам готовы предлагать какие-то новые варианты по работе потому что у вас заинтересованы потому что вас видят мастера профессионала в мае месяце те связи новые контакты которые могут у вас завязаться дальнейшем могут принести вам пользу поэтому сотрудничайте с людьми общайтесь и будет вам польза дорогие скорпиончики что касается семьи конечно же вы очень много в мае месяце будете вкладывать в свою семью и что касается заработка этот заработок я вижу что у многих кто меня смотрит здесь уже есть дети может быть это дети когда один школьник а второй уже постарше юноша лет 16 17 или девушка уже такого постарше да может быть 13 15 лет и ребеночек может быть там шесть семь восемь лет то есть разница между детьми это может быть быть шесть семь лет может быть немного меньше но не важно главное что у многих кто меня смотрит здесь есть детки и для вас тоже важно в мае месяце вкладывать в их развитие в их образование скорее всего несмотря на то что грядут летние каникулы вы для них будете готовить какие-то может быть подарки что-то захотите купить им какой-то подарок о том может быть о котором они может быть давно мечтали дорогие мои я вижу ваш светлый характер такой светлая светлый ум вашу коммуникабельность вы прекрасный человек прекрасный человек который дарит тепло прежде всего своей семьи для вас ваша семья и работа на первом месте давайте посмотрим что в вашем втором доме второй дом это ваши деньги которые вы получаете самостоятельно от своего заработка от своего труда и здесь у нас выпала карта троечка чаш эта карта говорит о том что скорее всего вы работаете может быть в команде может быть это какой-то творческий отдел либо в вашей работе есть какое-то творческое направление либо эта карта может говорить о том подтверждать вот первую карту которая выпадала что вы действительно все делаете с творчеством и на работе вас в мае месяце тоже ждут какие-то приятные моменты вас замечают вами восхищаются с вами хотят сотрудничать с вами хотят общаться здесь какая-то душевность на работе комфорт комфортные условия труда скорее всего у вас спокойствие умиротворенность скорее всего в мае месяце вы может быть она в сфере своей работы будете организовывать какие-то праздники какой-то отдых может быть какие-то корпоративы а может быть просто будет отмечать чьи-то день рождения но здесь тоже какая-то хорошая такая душевная атмосфера она пока еще не говорит о деньгах но по первой карте я вижу что деньги вы умеете зарабатывать пусть это не очень большое количество денег не настолько больших каких хотелось бы да конечно же всегда хочется большего и лучшего но вы стремитесь вы идете к своей цели вы не сидите на месте в третьем доме мои дорогие скорпионы мальчики и девочки что касается близких родственников близких дорог близких коммуникаций и связей то здесь коммуникации конечно есть кто-то либо против вас собирает какой-то компромат или следит за вами может быть в тайне следит кто-то за вами это может быть конечно же кто угодно из ваших друзей или родственников скорее всего кто то есть такой недоброжелатель острый человек острый на язычок человек который лезет к вам в душу может быть показывает свое расположение но где-то вы интуитивно скорее всего чувствуете где-то какую-то фальшь и какую-то неискренность здесь также и вы можете собирать какую-то информацию о ваших друзьях о ваших коллегах где-то кто-то может быть у вас вызывает какое-то подозрение и здесь могут быть обмены колкостями да когда кто-то друг другу говорит какие-то острые словечки или так из-за спины из подтяжка как от из мешка да какие-то колкости здесь могут быть конечно много переговоров много звонков какие-то споры у вас могут возникать с вашими друзьями или коллегами также не исключено что с кем-то из родственников здесь вы можете тоже выяснять отношения как будто бы вот кому-то кому-то вы мешаете но мы не можем угодить всем да мы все разные и мы не обязаны под кого-то подстраиваться дорогие скорпиончики давайте смотреть дальше что же в вашем личном собственном доме доме в котором вы живете и обратите внимание мои дорогие скорпионы какой великолепный аркан старший аркан сила и здесь эта карта говорит о том что вы мягкой доброй но сильной и уверенной рукой можете управлять своими ближними вы знаете как разумно применить свою силу чтобы не переборщить но при этом чтобы вас уважались слушали уважали слушались и любили вас здесь конечно же вы признаны в своей семье вас признают но где-то иногда конечно же вы можете оказывать на свою семью некое давление да и если немного не рассчитать то ваша семья эту силу где-то может чувствовать и именно из-за этого мои дорогие скорпионы у вас могут возникать в семье конфликты и недопонимания где-то какой-то перебор здесь вам нужно подумать где и что вы делаете не так для того чтобы не обижать своих ближних для того чтобы в семье сохранялся мир и сохранялся покой дорогие мои но здесь карта в любом случае все равно хорошая она говорит о том что много усилий вкладывается в вашу семью до есть какие-то трудности но вы пытаетесь с ними справляться именно благодаря своей мощи своей энергии своему уму и своему такому большому потенциалу жизненному опыту и умению управлять другими здесь может быть в семье на вас лежит какая-то ответственность как на человеке старшим или вы просто может быть один кормилиц или одна кормилица в семье да и такое бывает ситуации бывают всякие мои дорогие ну давайте дорогие мои посмотрим дальше что в вашем следующем доме это дом ваших хобби ваших увлечений куда тянется ваша душа и здесь у нас снова выпадает старший аркан карта буквально кричит карта буквально кричит и дает нам послание о том что вашей семье что-то происходит и какие-то вопросы семьи нужно будет решать в мае месяце срочно и немедленно незамедлительно не откладывая их ни в какой долгий ящик какая-то ситуация назрела я забегаю вперед могу сказать что я вижу что моих дорогих скорпионов конечно же в мае месяце к сожалению вот в паре в отношениях вас могут ждать какие-то неприятные такие ощущения неприятные эмоции здесь могут быть какие-то конфликты у вас конфликты эти как раз могут быть из-за недостатка денег или здесь может быть какое-то недоверие также это могут быть обиды которые вы нанесли друг другу раньше какие-то обидные может быть слова где-то Кто-то, как я уже говорила, переборщил с применением силы, резкость какая-то была. И, конечно же, здесь у кого-то может быть состояние по этим картам, когда у некоторых, конечно, не для всех, у единиц это проиграется, и скорпионов, мальчиков и девочек, что вы на грани какого-то эмоционального срыва. И буквально не спите ночами, буквально вас мучают какие-то страхи, вы сами себя потом начинаете накручивать, заниматься самоизбичеванием, копаться в своей жизни, взваливать на себя какое-то бремя того, что вы всему виной. Но, конечно же, в любых отношениях мы, дорогие скорпионы, всегда виноваты оба. Не бывает ситуаций, когда в паре виноват один, но всегда, прежде чем предъявить какие-то претензии партнеру, нужно разобраться в себе. И, конечно, это важно и актуально не только для скорпионов, но и для всех остальных знаков зодиака. Потому что, конечно же, в чужом глазу увидишь соломинку, а в своем можно не увидеть бревно. Но, конечно же, я не говорю конкретно вам, дорогие скорпионы, никто вас ни в чем не обвиняет. Мы рассматриваем и анализируем ситуацию в вашей жизни, которая может быть в мае месяце. Это как предупреждение, что, возможно, вам где-то не стоит горячиться для того, чтобы не усугубить какую-то ситуацию. Где-то быть более терпимыми друг к другу. Потому что все равно в вашей семье для тех пар, которые давно уже вместе, кто-то в браке, кто-то просто живет под одной крышей, вас много связывает. И все-таки есть какие-то чувства, есть любовь, есть притяжение. Но из-за взаимных обид здесь как будто бы вам тяжело простить друг друга. Но здесь также могут быть еще ситуации, которые для кого-то связаны с родными и близкими. Когда кто-то может вмешиваться в ваши отношения. Там мамы, папы, теща, свекровь. И, конечно же, нельзя позволять кому-то третьим лицам вмешиваться в ваши отношения. Все решения, которые касаются вас двоих, должны принимать только вы, ваша супруга или ваш супруг. Потому что это ваше личное пространство. Дорогие мои. И, конечно же, здесь я вижу, что, может быть, для кого-то из скорпиона в мае месяце будет актуален вопрос каких-то бумаг, которые будут касаться именно вашей семьи и вашего дома. И с этими бумагами, скорее всего, будет очень много вопросов. Может быть, вы оформляете какую-то недвижимость. Или, может быть, вы обдумываете вообще что-то в корне поменять в семье. Для единиц это может быть состояние развода, повторяюсь, для единиц. Но вам стоит хорошо подумать, потому что вас связывает очень много общего. И у многих из вас есть детки. Дорогие мои скорпионы, такой, к сожалению, не очень радостный в доме хобби сообщение. Но мы просто берем их во внимание и идем дальше. Теперь посмотрим шестой дом, дом ваших повседневных забот и вашей работы. И посмотрите, вы неуемный трудоголик. Как вы трудитесь, независимо от того, мужчина вы или женщина, вы человек, который умеет зарабатывать деньги. И при желании вы можете зарабатывать большие деньги. Именно женщины-скорпионы могут быть здесь и хорошими хозяйками. И вы можете организовывать и свой досуг, и работу, и следить за детьми. И все вы успеваете, мои дорогие, и все у вас будет получаться в любом случае. Для кого-то из вас, мои дорогие, по работе, если вы женщина, то от какой-то женщины, может быть, это ваша начальница, которая может либо вам выписать какую-то премию, либо повысить зарплату, либо это может быть какое-то предложение вообще по работе, может быть, даже вашего какого-то повышения. Но это та информация в любом случае, которая принесет вам какую-то выгоду и пользу в материальном, финансовом плане. Если говорить о мужчинах, то в вашей жизни большую роль играет ваша подруга, жена, супруга или мама. Кто-то помогает вам хорошо финансово. Рядом с вами женщина, прочная и надежная, которая эти самые деньги умеет зарабатывать и умеет прекрасно этими деньгами распоряжаться. Человек не тратит деньги попусту, человек не тратит на всякую ерунду деньги, человек умеет бережно относиться к деньгам. Но, несмотря на это, у кого-то могут быть конфликты на денежной почве. Дорогие мои, я уже забегала вперед и говорила о вашем партнерстве. Поэтому не хочу повторяться. Здесь, конечно же, в мае месяце еще раз просто напомню, чтобы вы пытались избегать острых выяснений каких-то отношений в мае месяце для того, чтобы не делать друг другу больно. Потому что потом эта боль будет накапливаться как снежный ком, чем дальше, тем больше. И тем тяжелее простить друг другу, мои дорогие. Давайте посмотрим, что же вас ждет в доме опасности, в доме риска, в доме заемов, кредитов, ипотек. И здесь я вижу, что у многих из вас, да, такие бумаги имеются. Бумаги юридически оформленные, которые, может быть, оформлялись с помощью какой-то женщины из правоохранительных органов. Видите, здесь очень много карт перекликаются и дают нам предупреждения. Здесь, конечно же, что касается, почему могут быть у вас ссоры и скандалы. Потому что, может быть, именно какая-то ситуация денег, вот этих заемов, заложенных денег, или каких-то кредитов, какая-то, может быть, у вас стоять здесь серьезная ситуация, и вы не знаете, как ее решить. И, возможно, вы будете обращаться к кому-то за советом, может быть, это опытная женщина, юрист, адвокат. Кто-то здесь вам может помогать с какими-то бумагами или давать какую-то устную информацию, как консультацию для вас. Итак, дорогие мои скорпионы, посмотрим, что в вашем девятом доме, доме образования, доме вашей веры. И, конечно же, я вижу, что многие, многие из вас, молодые девочки и мальчики-скорпионы, кто собирается куда-то поступать, вы с этим возлагаете много надежд, много у вас по этому поводу эмоций. Вы буквально-таки спите и видите, как вы уже куда-то поступаете, вы себя уже видите успешным, вы себя видите уже как реализованного человека, да, вы о чем-то мечтаете. Как же это будет в дальнейшем, как это будет в будущем. И здесь выпадает карта скорости, восьмерочка жезлов. Она говорит о том, что для вас любая сдача экзаменов пройдет успешно, пройдет замечательно. И если вы выбрали для себя какой-то вуз, то дальнейшее, так сказать, поступление вам тоже обеспечено. Нужно только немножко, здесь карты все-таки говорят, что не мешало бы еще немножко подготовиться, сосредоточиться, подтянуть все свои силы, да, все свои резервы. Для того, чтобы все-таки все прошло гладко, для тех, кто планирует поступать в будущем. То есть здесь тоже будет какое-то оформление о бумагах, официально все это, естественно. Но здесь все закончится, мои дорогие, хорошо. Здесь сто процентов будут ученики любознательные, прекрасные ученики, усидчивые. И для вас, скорее всего, будет не одна возможность выбора поступить куда-то, а несколько вариантов вы будете для себя рассматривать. Но вам все дороги открыты, все дороги открыты, дорогие скорпиончики. Теперь давайте посмотрим. Десятый дом – это дом юстиции, того, чего вы достигли в жизни, ну, непосредственно вот на май месяц. И посмотрите, мои дорогие, здесь опять выпадает старший аркан Верховной Жрицы. Это карта, которая может говорить о каких-то тайнах вашей жизни, незавершенных делах, неясных делах, непонятных делах, связанных именно с органами юстициями. То есть все-таки какие-то бумаги, разводы, недвижимость, что-то здесь может происходить, и здесь идет какое-то оформление бумаг. Но в мае месяце для вас ситуация не имеет четкости и не имеет ясности. Вы для себя, я вижу, что планируете, но как бы вы не распланировали май месяц, я хочу вас предупредить, что будет иначе. Будет иначе, не так, как вы думаете, какие-то третьи силы, третьи какие-то факторы, что-то неожиданно будет поворачиваться по-другому, и конец, ну, по итогу результат будет другим. Я не скажу, что результат будет плохим, но немножко не таким, каким вы его ожидаете. Именно поэтому вам нужно больше проконсультироваться с кем-то, больше получить какой-то информации. Если дело касается бумаг, то вам 100% эти бумаги нужно юридически оформить, чтобы к вам комар носа не подточил. Чтобы все было по пунктам четко, понятно и заверено все это печатями, чтобы нигде вас никто не смог, так сказать, в будущем наказать из-за неправильно каких-то подписанных документов и бумаг. Но также карты еще говорят о том, что для вас пока эта информация на май месяц, почему она не открыта полностью? Для того, чтобы вы своими какими-то действиями не навредили себе или своему будущему, не нанесли какой-то вред. Нам не всегда нужно знать. Возможно, во Вселенной еще сама эта ситуация только формируется, только подтягиваются силы резервные для решения вашего вопроса. То есть еще там, в Верховной канцелярии небесной, ваш вопрос еще вот такой, который только будет решаться. И, конечно же, в вашем вопросе активное участие будет принимать женщина, которая будет давать вам советы, которая вас заинтересована. Здесь может быть даже два женских лица. У кого-то это может быть мать, у кого-то это может быть старшая сестра и еще какая-то женщина. Это может быть вы сами, может быть кто-то из правоохранительных органов. Но вы уже будете смотреть по ситуации. Карты говорят о том, что в мае месяце, конечно, вам предстоит очень-очень много работы. Это, скорее всего, физический труд, трудоемкий труд, где вам нужно прикладывать физические усилия. Но вы человек не из робкого десятка, не из простачков. Вы человек, который умеет планировать. И, пройдя эти трудности, вы можете добиться хорошего успеха. Деньги, конечно же, поступления от вашей работы вам идут. Не очень большие деньги, но уверенно и стабильно ваш доход и ваше умение трудиться не оставит вас сидеть без денег в мае месяце, дорогие мои. И, конечно же, здесь снова видите тема учеников, что вы будете вкладывать в своих детей, в свое чадо. Что-то будете покупать, чем-то будете их радовать. И для кого-то, конечно же, здесь могут быть по пажу пентаклей много телефонных звонков, много информации, много переговоров у вас идет по поводу работы и именно по поводу заработка денег. И именно вот эта коммуникабельность и общительность помогает вам зарабатывать эти самые деньги. Здесь все не так уж плохо, мои дорогие. При том, ну, здесь по работе я вижу какая-то скорость, какое-то движение, перемещение, очень много информации. Кто-то, может быть, пользуется еще услугами интернета для того, чтобы, ну, как-то эту информацию применить в сферу своей работы. И теперь давайте, мои дорогие скорпиончики, посмотрим, что в вашем двенадцатом доме. И это дом ваших страхов, самых больших тайн и каких-то опасений. И здесь у нас выпала фигурная карта Король Жезлов. Эта карта говорит о том, что если меня смотрит женщина-скорпион, самая какая-то большая печаль в вашем сердце, большие переживания, то, о чем вы не хотите ни с кем делиться и разговаривать, это мужчина Масти Жезлов. Это может быть просто темноволосый мужчина, для кого-то это может быть женатый мужчина, не для всех, для единиц может проиграться, что у вас на сердце может лежать какой-то женатый мужчина, который имеет семью. Но для другой категории скорпионов это может быть и ваш муж, или для кого-то это может быть отец старший, тот, кто в семье старший. И в связи с этим тоже у вас могут быть с ним какие-то конфликты, выяснения отношений. Где-то вы проявляете, если это женщина, вы тоже можете проявлять какое-то давление, какое-то давление, ну словесное имеется в виду, какое-то, где-то резко вы пытаетесь решить какие-то вопросы, наверняка потому, что они уже назрели, они уже наболели, и это ваши основные страхи и сомнения, связанные с вашим мужчиной. Конечно же, конечно же, здесь еще есть некое как недоверие или некая тайна может быть в этих отношениях, которая пока для вас не открыта и вас стерзают смутные сомнения. Ну вот так вот, дорогие мои скорпионы, мальчики и девочки. Для мужчин, конечно, это тоже может быть и вы сами вы думаете о своей дальнейшей судьбе, но здесь для мужчин, скорпионов, здесь болезненная тема именно может быть семьи. И вообще какого-то общения, конфликтной какой-то ситуации в вашей жизни, может быть, в которой тоже быть задействовано два лица, и мужчина, и женщина могут решать какие-то ваши вопросы. Вот такой вот расклад, мои дорогие. Давайте все-таки возьмем дополнительные карты для наших уважаемых скорпионов. Самое большее, что меня здесь волнует в этом раскладе, это, конечно, тема ваших отношений. И мне хотелось бы посмотреть, как же все-таки события будут развиваться, какой фон ваших взаимоотношений будет в мае месяце. Давайте посмотрим, мои дорогие. И вот, выпадает первая карта гроба. Не стоит пока огорчаться раньше времени, мои дорогие. Посмотрите, мои хорошие, дорогие, многоуважаемые скорпионы. Действительно, в ваших отношениях назрел какой-то кризис. Как будто бы ваша энергия полностью высосана из этих отношений. Вы как будто бы больше не имеете сил. В этих отношениях для вас важно как будто бы отстоять какие-то свои амбиции. Но, опять-таки, у вас уже нет ни сил, ни желания вот этой борьбы. Бесконечная какая-то усталость и депрессия может быть именно из-за ваших отношений. Вот вроде бы вы немножко возрождаетесь, и тут снова какие-то препятствия, снова какое-то непонимание и снова какие-то конфликты, большие трудности. Тяжело договориться, вы, скорее всего, не можете уступить друг другу. Скорее всего, у вас одинаковый темперамент, одинаковые характеры. Либо уже давние обиды стоят между вами. Потому что здесь я вижу, что проблема уже ни одного дня и ни одного месяца для многих из скорпионов. Но давайте посмотрим совет карт. Что они говорят, что вам нужно делать. И посмотрите, карта креста. Она говорит о том, что это как бы ни было тяжело, вам нужно пройти, выстрадать, потому что это ваш крест. Скорее всего, это кармические отношения, которые вам по судьбе. И вы с этим человеком встретились не случайно. Здесь может быть и отработка какой-то родовой кармы. У кого-то я вижу, что здесь идет родовая отработка именно по линии отца. Как будто бы именно по отцовской линии были какие-то проблемы в семье. И вы могли взять вот эту эстафету, какая-то негативная карма лежит на вас. Но, дорогие мои, не стоит унывать, не стоит пугаться, конечно же. Давайте все-таки посмотрим дальнейшее событие, как будет развиваться в дальнейшем событии. И посмотрите, вам предстоит общение. Для кого-то это очень много информации, которую вам придется анализировать. И также для тех, кто все-таки, для женщин, которые сомневаются или в своих отношениях, и может быть на грани развода, подумайте, мои дорогие, потому что все-таки у вас это кармические отношения, вас очень много связывают, у вас эти отношения по судьбе. И может быть вы со своим мужчиной все-таки сможете найти общий язык. Вот видите, но это идет как бы в будущем. Может быть вам сейчас эту ситуацию надо отпустить, переболеть. Но в будущем должно быть возрождение, осознание своих ошибок. И здесь в большей степени даже сам мужчина будет проявлять, будет проявлять инициативу в том, чтобы с вами налаживать общение. Так говорят звезды, так говорит судьба. Но и для кого-то, для тех, кто все-таки разорвет эти отношения, именно для женщин я хочу сказать, что вы не останетесь одиноки. Если эту боль уже невозможно терпеть, если вы понимаете, что дальше так жить нельзя, то в будущем вас ждут новые знакомства, новые возможности. И вы не будете, дорогие девушки и женщины, долго сидеть одна. В этом я вас точно уверяю, мои дорогие. Ну, давайте соберем эти карты. Посмотрим еще дополнения на сферу вашей работы. На сферу вашей работы возьмем три карты, как будут развиваться события в вашей работе. Опять-таки, какой-то, видите, общение. Вы как служите людям, служите обществу. Ваша работа, вы к ней проявляете массу, максимум усердия. Но вам что-то очень тяжело дается. И в своей работе, скорее всего, вы будете стоять перед каким-то тяжелым выбором. Вам нужно будет принимать какое-то решение. Может быть, это либо новая работа, либо новое направление. Что-то вы будете для себя думать. Вот как будто бы и в отношениях, и в работе ситуация какая-то уже для вас назревшая, наболевшая. И вы ее решаете. Здесь кто-то как служение людям. Здесь могут быть врачи. Вы служите обществу, медсестры. Какая-то работа. Вы общаетесь с множеством-множеством людей. Ну, дорогие мои, давайте посмотрим карту итога. И вас все-таки, вы сделаете, сможете сделать правильный выбор. Как-то все само собой и неожиданно произойдет. Изменения будут, изменения в лучшую сторону. И также, может быть, это поможет решить именно какие-то вопросы вашей семьи. Вот такими были советы карт Ленорман. И давайте, так как я уже брала еще одну колоду в дополнение, колоду Морган и Златы Ленорман. Мы на ней посмотрим, чем же все-таки сердечко ваше утешится. Чем же утешится, мои дорогие, ваше сердечко. Возьмем три карты. Какие-то большие сомнения, переговоры, бессонные ночи. Все это связано с вашим мужчиной. Для кого-то это может быть ситуация, связанная с любовником. Потому что карта любовника выпадает из сердца. Здесь сердечные отношения. Все-таки карты говорят о том, что если вы в крупной ссоре, не спешите расставаться. Не спешите разрушать то, что имеется. Разрушить легче, чем создать. Посмотрите, здесь есть любовь, здесь есть чувства. Но для кого-то это может быть два партнера и выбор между двумя партнерами, мои дорогие. Но любовь, вам по судьбе быть любимой, если меня смотрят женщины, и любить. И, конечно же, ваш мужчина, я больше чем уверена, я вижу просто по картам, что он тоже очень-очень сильно переживает об этих отношениях. Может быть, где-то даже больше, чем вы, дорогие женщины. Об этом говорят вот эти три карты. И вас еще ждут разговоры. Где-то они будут грустными, где-то нервозными. Но любовь творит чудеса, мои дорогие. Если она есть в сердце, то все будет хорошо. И на этом, мои дорогие, сегодня мы закончим. И я хочу всем скорпионам, мужчинам и женщинам, мальчикам и девочкам, всем пожелать только хорошего. Пусть сложности этого расклада не переходят в вашу жизнь. Пусть они для вас будут только предупреждением. И зная ту ситуацию, которая может быть в будущем, вы уже заранее примете какие-то меры и не допустите каких-то конфликтов и непонимания. Всем успехов, дорогие скорпионы. Всем счастья, любви, самого-самого лучшего и прекрасного. И пусть весна радует вас и утешает вас своими красками. Дает вам энергию и дарит вам только позитив. А сегодня, всем, дорогие скорпиончики, я говорю пока-пока. До следующих видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всего доброго, мои хорошие. Продолжение следует...